Праздник Святой Троицы Богослужения, проходившие 20 июня, для владыки особое. Именно в этот день, 29 лет назад, решением Синода Украинской Православной Церкви владыка Агафангел стал митрополитом Одесским и Измаильским и постоянным членом Священного Синода Украинской Православной Церкви. Отрадно и то, что по сравнению с прошлогодним богослужением службу посетило гораздо больше прихожан. В Одессу и Украину постепенно возвращается жизнь. Впрочем, молитвы о мире в стране и здравии всех православных актуальны и сегодня. Праздник Святой Троицы Божья Матерь, она велика, она совершенна, это любовь безграничная, божественная, материнская, Божья Матерь. Всегда ведет чудо, не буду рядом с нами и участвует в скорбях в испытании, радует, возрождает, открывает слезы от ночи человеческих, и дает нам силы, в радость и проградит скорбь и свидетельствах в смерти, а Христос воскрес, а мы Христовы, аминь. Духовного лидера с праздником Святой Троицы и со столь солидным пребыванием на Одесской кафедре поздравил почетный гражданин города Одессы и Одесской области Сергей Кивалов. За период пребывания митрополита Агафангела на Одесской кафедре было открыто более 500 церквей, восстановленные разрушенные колокольни, строятся новые храмовые сооружения. По благословению митрополита Одесского и Измаильского 15 лет назад была построена единственная в нашей стране студенческая церковь Святой Мученицы Татьяны. Я хочу сказать, что, как сегодня помню, когда юридическая академия только становилась, и мы зашли сюда в полуразрушенное здание приехал к нам митрополит Одесский Измаильский Агафангел и осветил это место. И, знаете, с благословения митрополита у нас началось развитие Одесской государственной юридической академии тогда. Я, как сейчас помню этот день, это было 1 сентября 96-го года. Владыка пожелал нам развития, добра, Божьего благословения. И я хочу вам сказать, именно тогда родилась идея построить храм Святой Мученицы Татьяны. Я искренне поздравляю митрополита Одесского Измаильского Агафангела с 29-летием служения на Одесской кафедре. Хочу пожелать ему, наверное, самое главное, как и все горожане, крепкого здоровья, чтобы он еще многие-многие десятилетия был вместе с нами и служил службу во всех храмах Одессины. Также в прошлом году открыла свои двери Международная Академическая школа Одесса и Храм Апостола и Евангелиста Иоанна Богослова. Сегодня это лучшая школа не только в Украине. Сегодня там два храма, храм Иоанна Богослова сегодня действует. И митрополит Одесский Измаильский освещал вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Ануфрия. Сегодня он служит людям. Сегодня в этот день тоже проходит служба в Международной Академической школе храм Иоанна Богослова. Пускай храма еще нет и года, прихожане отмечают ценность этой церкви, а также атмосферу, которая царит на протяжении всех служб, что здесь проходят. Можно у человека отнять статус, можно отнять финансовые возможности, финансовые опоры. Все, что угодно, за исключением внутренней силы, если эта сила черпает себя из веры. И сегодня, конечно, удивительный праздник. Сегодня один из таких дней, когда людям предлагаются подумать о чем-то Высшнем. Это один из самых главных праздников православных. Пожалуй, после Пасхи и Рождества, наверное, самый главный. То есть каждый православный христианин считает своим долгом быть сегодня в церкви. Пятидесятый день после Пасхи считают днем рождения церкви. Как рассказывают священники, именно в этот день, когда Святой Дух сошел к апостолам, они стали проповедовать на иных языках, которых раньше не знали, а также получили дар понимать Священное Писание. Это день отчета существования церкви. По-другому порой называют это день рождения церкви, когда Господь, взойдя на небо по Своему Вознесению, уверил апостолов о том, что Дух Святый почует на них, и каждый из них получит вот те дарования, те знания разных языков для возможности евангельского благовестия. И именно это событие вспоминается церковью сегодня. Мы прославляем Святую Троицу в трех лицах – Отца, Сына и Святаго Духа. В студенческий храм Святой Мученицы Татьяны многие прихожане пришли помолиться о мире, благополучии, здоровье родных и близких. В этот день традиционно принято украшать храмы зеленью и травами, ведь это символ жизненной силы и процветания. Сегодня один из величайших праздников церковных – День Пятидесятницы или День Святой Троицы. И вот это обилие зелени, цветов, травы, которую сегодня приносят для освящения в храм – это символ всеосвящающей, животворящей благодати Духа Святого, которая в этот день обильно подается церкви от Господа Бога. И, разумеется, как внешние символы нашей радости, которые мы из церкви приносим к себе домой, делимся с нашими ближними – это и есть вот эти вот молодые зеленые веточки деревьев, травы, уже зацветших, благоухающих цветов, которые и символизируют собой вот эту жизненную силу, которую Дух Святой дает, и эту радость, которая сегодня обильно в храме и преподается. В церковь люди идут с букетами цветов и ароматных трав, чтобы их осветить. Чаще всего это мята, ромашка и аир. Подойдет также тысячелистник, васильки, барвинок, любисток и бессмертник. По традициям букеты надо высушить и оставить в доме или на работе до следующего торжества, а не защитя от всевозможных бед и болезней. Прихожу, помолился немножечко, посвятил это все, потом домой прихожу, это все по разным комнатам. Это раньше наши деды всегда в своих избах разбрасывали немножко вот такой травы, потом вот от ореха, чтобы не было злых духов. Ну это по вере такое, знаете. Полынь должна быть в доме, она защищает от злого человека, от неприятностей. Василек считается цветом Богородицы. Василек просто нравится. Василек просто нравится, но голубой цвет считается цветом Богородицы. Этот праздник, мы всегда, это семейный праздник, я его всегда соблюдаю, потому что можно сказать, рядышком возле этого праздника, мой свет, ну тоже день рождения. Все, любысток, мята, ромашка, тысячелистник, ну все, все. Студенческая церковь святой мученицы Татьяны вот уже 15 лет принимает одесситов и гостей города, став одним из центров духовности и православия. Во время торжественных богослужений здесь всегда многолюдно. К слову, во время напряженной эпидситуации службы здесь проводились во дворе с соблюдением всех карантинных норм. Как рассказывают прихожане, это уютный храм, где тебе всегда рады и где царит благодать. Вы знаете, здесь такая атмосфера, такая благодать. Мы во многих храмах были, но этот как-то больше к душе лежит. Да, вот душа к нему лежит. И прям хочется каждое воскресенье прийти, помолиться и благодать в этом храме. По окончании божественной литургии все прихожане осветили букеты зелени, символизирующих обновление и возрождение всего живого на земле. День Святой Троицы – это праздник, который всех объединил. Я искренне поздравляю всех одесситов с нашим православным праздником Святой Троицы. Хочу, чтобы в каждом доме, в каждой семье был мир, благополучие, спокойствие, здоровье, удача. И пусть нас хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! По традиции, после Дня Святой Троицы православных ждет сплошная Троицкая седмица, а затем начинается Петров пост, который продлится до 11 июля. Продолжение следует...